всем привет что наступило очередное утро часах почти 8 в казани идет дождь пошел ночью выезжаю со стоянки попил кофе полный тент воды спросил человека как не местно говорю как там дорога потрястись в принципе нормально что выезжаю поверните налево как бы стоянка нормальная вот справа в здании кафе мотель-сауна туалет бесплатно душ 120 рублей короче что-то такое продолжайте движение 250 километров и погнали 700 километров ровно до точки что-то датчик топливного бака отсырел было пол бака завел машину постояла лампочка горит показывает встал глючить на лабора короче поехали все погнали ну что решил я подъехать заправиться до полного потому что хрен его знает где там будет заправки увидел шелку здесь заезжают у человечек предлагает 100 литров взять правда по 38 ну ладно зато на шелке взяли под экономим чуть-чуть я имею на деньгах потому что тут сейчас начнутся горы они уже начались уральские блин экономия никакой машины расход сколько мне влезло 40 вообще нормально как бы сейчас скажу проехала 300 километров от полной заправки влезло мне 40 3 литра 14 литров ну там меньше влезло 42 все погнали погода жесть льет как из ведра пока заправился весь мокрый насквозь что еду я еду сплошные горы конечно тут затяжные подъемы спуски сюда ехал сейчас ветер встречный лобовой блин развод в машине дикий все время под гору сейчас все время с горы ехал не знаю что берем что или жигулёв сейчас первое что у нас жигулёвское крючок не сидя в яме стоит на урале короче слева справа горы степь ровно ну тут немножко лес пошел там ехал вообще то есть ничего нету сплошной огород вот сколько еду ни одного кафе нету ни одной стоянки это вот как с набережной Челнов ушел на Пермь съехал с двухполоски короче здесь вообще нихрена нету заправки изредка и то такие названия которые кто-то и там не видел никогда какие-то местные может частенькие топливо сразу дороже на российские где-то копеек на 50 на 70 на литре вообще инфраструктуры никакой нету сплошная дорога известно что такие пятачки сделанные типа под парковки и там стоит газель на одной мангал открыты две двери и задняя в газели стоит мангал на улице типа так две палки и на ней тряпка натянута они шашлыки делают кормят водителей и потом дальше еще проехал килограмм через пять тоже там москвич этот каблучок стоял тоже шашлыки делал такие тут кафе мне осталось 350 километров позвонил я заказчику вроде все нормально сказал приезжай туда там какой-то это центр не то торговый не то просто центр тебя запустят на территорию охраняемую все будет нормально движемся дальше ну что продолжаю ехать пошла веселая дорога короче я вот где я там ехал даже не знаю короче сколько раз я повернул налево направо я уже забыл без навигатора тут точно хрен доберешься дорога так себе пускай я вся в поворотах обочины нет прям сразу овраг я думаю что здесь если так подождать можно и медведя встретить какой-то лес таежный совсем тут дикий и все равно вот едешь как бы с горы на гору весело какой-то впереди опасный поворот или участок короче получается до набережных чернов автобан с автобана потом я повернул налево и все и вот а потом тещин язык а что тут зимой делают я представляю как тут весело короче такая вот дорожка веселая побитая ночью здесь конечно так стрипновато ехать по плане обочина край дороги побитый такие есть приличные ямы можно и попасть мне осталось 220 километров что поехали дальше ну а здесь справа вот как будто электричество собирают вот это газовая слева вышечка горит огонек что-то тут катают а вон качают что-то качают или нефть или газ труба желтая похожа на газовая может тут газ добывают прикольно то ощущение когда ты едешь под облаками вот они прямо надо мной висят круто да здесь дорожка конечно вот с горы на гору такие подъемы по 10 процентов и спуски такие же не на зиму я точно сюда ехать не хочу тут просто задница попотеет конкретно если еще тут и какие снегопады будут или еще что-то это будет видно пермский край справа столбик стоит только спустился и тут же 5 процентов подъема и леденец садится кажется всего 2 тонны 600 под все горочки присаживается ну что друзья вот я и приехал короче уже заехал на территорию добрался нормально сейчас вот жду должно место освободиться там где мне поставить машину и все завтра будем выгружаться но не знает наверно до утра тут постоять не дадут вернее еще один день потому что тут я так понял машин будет как грязи короче как то так доехал все нормально все всем пока до завтра пока 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 пока